Добрый день, уважаемые вязальщицы! Я вас приветствую на канале Емеля Нити. Канал посвящен вязанию. В сегодняшнем выпуске я вам расскажу о спицах Адди, которые я приобрела в недавнем времени, моим впечатлениям о них и оставлю некоторый отзыв. Если кому интересно, пожалуйста, смотрите. Спасибо! Также я наконец купила себе спицы Адди. Пока вот три. Здесь у меня удлиненный тонкий кончик у спицах. Я это приобретала специально. Намеренно я вяжу наборы, шапки, наборы, в которых присутствуют две нитки. Меринос с махером. И мне удобнее, когда вот такой кончик тонкий, чтобы не расщеплялась нить. Потому что махер держит петлю и трудно поддевать петельку. И с такими спицами, конечно, гораздо удобнее вязать с такими тонкими. Так, это у нас спицы 80 сантиметров на 4. Это для шарфов, для плечевых изделий. Если вы вяжете плечевые, конечно, тоже может использоваться. И что здесь у меня? 50 на 3,75, 50 на 4. Вот эти спицы я приобретала, вот эти две спицы. 3,75 у меня на резинку, 4 на полотно. Можно и 3,5 на резинку. Это зависит от ваших предпочтений. Я сейчас хочу объяснить, почему я взяла именно длину 50 сантиметров, а не 40. Привычная длина для шапочных изделий 40. Но когда я открыла в магазине упаковку с длиной 40, и вот смотрите, я держу спицы и вот так их смыкаю и вяжу. В принципе, на стандартную человеческую голову вот этой окружности будет достаточно, чтобы провязывать. Но с леской 40 вот так смыкать мне спицы было очень трудно. Спицы короткие, укороченные и леска, собственно, естественно, короче, чем это. И вот так смыкать спицы приходится с напряжением в руках. Я решила, что, наверное, у меня будут кисти уставать и я возьму более свободный ход, чтобы мне было удобно как-то вязать, потому что там было очень трудно держать спицы, что приходилось всегда как-то такой с напряжением. Я не стала брать в 40, взяла в 50. Посмотрим, что из этого получится. То есть вот этот удлиненный кончик, очень удобно, конечно, них вязать, просто волшебно. С тупым кончиком по-другому вяжется, потому что спицы нужны разные, должно быть много, деревянные, чулочные, металлические, всякие-всякие-всякие. Вот такие спицы. Также я хочу показать вам мою недавнюю покупку. Вот такой набор Адди. Это набор укороченных спиц с удлиненным кончиком. Вот так он выглядит в коробке. Сейчас я достану. Сам пенал изготовлен из искусственной кожи, искусственная замша, текстиль. Надеюсь, это быстро не потрескается. Молния очень удобная, ее легко двигать. Длинный язычок молнии. Вот такой-то портмоне. Вот одни спицы я уже заправила. Здесь все на магнитных кнопках. Очень удобно закрывать, не нужно надавливать. В наборе были вот такие благодарственные письма, брошюры, какой-то их каталог. Вот сейчас я открою набор. Вот это брошь, которая в принципе снимается, ее можно носить. Такая здесь на застежке. Размер спиц, который имеется в наборе от 3,5 и до 8. Я уже использую 3,5 и 4,5. Вот у меня сейчас в руках 4,5. Что касается самого маленького размера, в принципе, тройка ведь очень популярный размер. Его нет здесь, по всей видимости, технологически невозможно выполнить. Вот это коннектор, внизу дополнительный. Он позволяет удлинить леску. То есть, например, соединить две лески в одну, как-то удлинить, по-моему, одну спицу. Я его еще не использовала. Ну, в частности, его можно для лесок использовать. Вот так, ушки потом здесь закроем. С обратной стороны за молнией находятся лески. Вот так они скручены. Значит, есть 40, 50, 80 и 100, если не ошибаюсь. И вот такие диски силиконовые. Здесь два диска. Они служат для того, чтобы соединять леску и спицы, потому что это достаточно сложное. Сложный там замок, тугой, и руками это не так просто снизить, чтобы руки не скользили. И вот такими дисками нужно брать спицу, другой леску и соединить. Сейчас я сделаю это соединение при вас. Вот эти диски. Здесь они такие глянцевые, внешняя сторона матовые. Так, я оставлю одну спицу, остальные уберу. В принципе, удобный кармашек. На спицах, на каждой спице написан их размер. Вот здесь он черным виден. Немножко, вот если вы заметите, немножко уже стирается. А вот на этих спицах он уже стерся, черный цвет. Видите, только... Это я один раз только связала на этих спицах шапку и все, махирую. Черный цвет уже стерся, но гравировка от краски осталась. Как мне сказали, что это уже никогда не сотрется. Будем надеяться, потому что иначе нужно будет все с помощью линейки проверять. На леске тоже написаны длины, но со временем на леске 100% стирается краска. Как-то будем выходить из положения. Сейчас я соединю леску и спицу. Берем эти диски, вот так глянцевой стороной буду держаться. Вот здесь такие канавки, которые вставляются в спицу и прокручиваются. Вначале, конечно, так не просто сориентироваться, в какую сторону поворачивать, но принцип такой. Вот так это удерживается. И повернуть. Все. Я чувствую, что спица уже не вынимается из лески. Ну вот я по раз уже это делаю, процедуру. Мне уже не так сложно это делать. Все, леска подсоединена. Вот это соединение очень гладкое. Здесь хорошо скользит нитка. И на толстых спицах, и на тонких. Но вот здесь, например, вот эта леска 50-я. У меня она немножко выступает. Если вы заметите, за пределы вот этой металлической части чуть-чуть цепляется. Вот в каком-то месте. Но, в принципе, не сильно меня это усложняет работу. На этот набор я перешла со спиц гамма. И, конечно, уже не хочется возвращаться обратно к гаммским спицам, потому что разница очевидная. Ну, то есть, получается, если вам будет не хватать номера 3 в наборе, то его, конечно, нужно докупать дополнительно. И все, что выше восьмерки. Должно это учесть при выборе такого набора. Еще мне показалось, что было бы неплохо иметь в этом наборе отдельный карман для спиц, которые уже соединены с леской. То есть, вот у меня спицы на леске. Я не буду каждый раз отсоединять леску от спиц, чтобы хранить отдельные спицы и леску. Мне кажется, это нет такой необходимости, потому что я, например, чаще всего использую одни и те же номера спиц и одну и ту же длину лески. Поэтому я просто вот так кладу внутрь этого кошелька спицы и вот так храню. Магнитный замок очень удобный. Очень быстро этим можно застегнуть, открыть, закрыть. Ну, вот только вот этот нюанс. Мне кажется, нужно еще место хранения для спиц надетых. Ну, в принципе, можно и так это проложить. Вот такой удобный набор. Спасибо вам за просмотр моего видео. Надеюсь, оно вам было полезным, понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте уведомления о выходе новых видео, чтобы не пропустить. Спасибо вам за просмотр. Удачных вам проектов. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok